Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами Светлана Каримова со своей передачей «Внимание к деталям». Сегодня мы с вами поговорим также о лечении, о пациентах, но, как мы знаем, что лечение исключается не только в лекарственной терапии. Многим пациентам нужна еще и палеотивная помощь. Они нуждаются в поддержке медицинского персонала, сестер в каких-то особенных моментах, которые помогут им продлить жизнь. И сегодня вот о палеотивной помощи, инновационной палеотивной помощи, как я понимаю, это что-то, какое-то новое направление в этом… О палеотивной медицине. А, о палеотивной медицине. Это тоже новое направление, да? Нам расскажут гости нашей студии, это генеральный директор ООО «Танданта ВИА» Мнацканян Екатерина. Добрый день. И Ираносов Вячеслав, главный врач ООО «Танданта ВИА». Здравствуйте. 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 Здравствуйте, да. Расскажите, пожалуйста, что же такое инновационная палеотивная помощь? Давайте, наверное, я начну. И есть ли вообще такие направления в нашем городе и в стране в целом? Вы знаете, на самом деле очень насущный сейчас вопрос. Вот буквально несколько недель назад подписали закон о палеотивной медицине, о палеотивной помощи. Подписал Владимир Владимирович Путин. И сейчас, конечно, идет пересмотр подходов к палеотивной помощи, к палеотивной медицине в нашей стране в целом. О чем я бы хотела сказать? Мы, как мы медики, мои коллеги, в первую очередь медики, я не медик по образованию, мы занимаемся медициной. Так вот, палеотивная медицина – это часть палеотивной помощи. Очень важная, но все-таки часть. Палеотивная помощь в целом – это понятие намного более широкое, чем палеотивная медицина, потому что включает в себя очень много социальных и духовных аспектов жизни человека. Когда мы говорим о палеотивной медицине, на самом деле очень многие пугаются этого слова «палеотив». Так произошло, наверное, в нашей стране, в нашем государстве. Да и не только у нас, это понятие начало входить в такой обиход сравнительно не так давно, и, пожалуй, началось с Англии, вот я так бы сказала. Да, и речь идет о том, что бывают, к сожалению, ситуации, когда медицина, если не бессильна, то практически бессильна, и человека вылечить невозможно. Так вот, концепция палеотивной помощи и палеотивной медицины в том, что человек должен жить сколько может, вот до самого-самого конца, который, в общем, есть у каждого из нас. И палеотивная помощь и палеотивная медицина направлены на то, чтобы человек как можно более активно, как можно более легко, по возможности проживал всю свою жизнь. Конечно, мы понимаем, что, когда мы говорим о палеотиве, мы зачастую говорим об очень тяжелых состояниях, но, тем не менее, это и социальная поддержка, и духовная поддержка, и медицина, и очень важно общение с родственниками, общение с семьями, поддержка семей. Это целый комплекс вопросов, которые очень важны, очень насущны. И чем, я бы сказала так, чем дольше становится наша жизнь, тем вот более важными становятся вопросы качества жизни в зрелом возрасте, у людей с тяжелыми заболеваниями. Может быть, вот... Ну, качество жизни, я думаю, что не только в зрелом возрасте. Конечно. Палеотивка, она сама по себе подразумевает, это именно качество жизни больных людей, да, и не только качество, наверное, больных людей, но и качество жизни их родственников, их родных. Качество жизни их семей, их родных. Да, потому что это кардинально меняет отношение к этим людям и вообще жизнь в семье. Вы знаете, вот я, наверное, на своем примере расскажу. Так получилось, что у меня в семье несколько, ну, много моих родственников, очень близких родственников прошли через онкологию. И вот понятно, что еще несколько лет назад у нас в стране речи о хорошей палеотивной помощи не шло постепенно, все улучшается, очень много фондов над этим работают. Но я вот про себя расскажу, про свою личную историю. Мой дедушка, ему было 75-76 лет уже, мы считали, что он доживет до 100 лет. Мы считали, что он доживет до 100 лет, обследовался, все хорошо, все замечательно. И вдруг в какой-то момент времени, 12-й год, буквально резкое ухудшение состояния здоровья, резкое изменение, и он сгорел за 5 недель. Так вот, при том, что до этого, там за полгода было обследование, ничего не показало. Так о чем я хотела сказать? Я помню вот то время, когда, во-первых, дедушка не хотел уезжать из дома. Он максимально старался остаться в доме. И когда уже был самый-самый финал, самый конец, все-таки мы его положили в больницу, это было тяжелейшее испытание для нас, для всей нашей семьи. Вплоть до того, что не было места в палатах. Несмотря на то, что вот было не положить, не было места в палатах. Тяжелейшее, на самом деле, это тяжелейший стресс для семьи. И очень важно, что вы сказали, что это история не только про больного, но и про его семью. Человеку, больному, если мы будем говорить про больного человека, можно говорить о боли. Потому что действительно очень серьезные, очень сильные боли на последнем жизненном этапе есть. Но ведь человек еще переживает из-за того, что он становится тяжестью для своей семьи. Что он очень сильно изменяет жизнь самой семьи. Очень тяжелый уход за этим человеком. Поэтому, соответственно, я когда принимала решение для себя, что я готова заниматься, хочу заниматься паллиативной медициной, я, честно говоря, съездила уже после дедушки, уже не стала. Я съездила в Москву, посмотрела у некоторых московских центров, как это организовано. И для меня было решение такое, что я увидела, как это хорошо для семей. И на самом деле я примеряла на себя, что это хорошо и для человека, и для его семьи. Это качественная паллиативная помощь, качественное медицинское сопровождение, паллиативная медицинская помощь. Вот даже в таких тяжелых ситуациях, когда вот совсем человек уходит, очень сильно изменяет жизнь нашу. Мы не говорим уже о том, что на самом деле бывают ситуации совершенно другие. Извините, у нас были случаи, когда людей привозили умирать, а они после нашего ухода, после нашей работы, после наших медиков, они вставали на ноги. И были случаи, когда проживали там еще год, полтора года. А чего это завить? Вячеслав Евгеньевич, может, Вы прокомментируете? Тут больше про медицину. Да, наверное, я скажу. Спасибо. В начале 90-х годов появилось такое понятие хосписная помощь в нашей стране. До этого его не было. Это первый вообще в нашей стране появился у нас в Санкт-Петербурге в Лахте хоспис номер один. Это было учреждение для пациентов онкологических с болевым выраженным синдромом, которых помещали в хоспис, ликвидировали им болевой синдром при помощи болеутоляющих. Оказывалась психологическая помощь для пациента. Создавалась обстановка, приближенная к домашним условиям. То есть были одно-двухместные палаты, где пациент последние дни своей земной жизни проводил без мучений. 25 лет назад, это середина 90-х годов, появилось такое понятие качество жизни. И оно стало применяться в медицине, это качество жизни. Но не все это понимали, что такое качество жизни. Ну, сделали операцию, там удалили что-то, пришили что-то. Ну и хорошо, о качестве жизни никто не говорил и не думал. И вот буквально десятилетия назад в нашей стране и в медицине появилось понятие паллиативная помощь. Стали готовить специалистов по паллиативной помощи, даже сертификаты выдают докторам. Появились главные специалисты районов, городов, областей по паллиативной помощи. Но до сих пор многие, да даже и медики многие считают понятие хосписная помощь и паллиативная помощь словами-синонимами. А для пациентов, для родственников это, в общем-то, как-то считается одним и тем же. Паллиативная помощь действительно призвана не только облегчить последние дни жизни, в общем, в чем смысл хосписной самой помощи, но и улучшить качество самой жизни пациента. Когда пациент может не только вернуться домой, к своей обычной жизни, но и получать дальнейшее лечение по поводу своего основного заболевания. Потому что хосписная помощь, как многие знают, это пациенты в четвертой стадии онкологического заболевания, неоперабельные, не могущие подвергаться какой-либо терапии, лучевой терапии, химиопрепаратами введения. То есть когда, в общем-то, медицина бессильно уже бороться с этим заболеванием, когда медицина опускает руки и пациенты, в общем-то, тогда переходят в хоспис. Палиативная помощь – это действительно медицина, это не уход. Палиативная помощь включает в себя элементы психологической работы, как с самим пациентом, так и с родственниками, но это еще и активное оказание медицинской помощи пациенту, именно врачи, именно медики. Потому что хосписы, когда создавались, там поначалу был один медицинский работник, в основном это были волонтеры, в основном, ну, может быть, люди со средним медицинским образованием, но они не столько выполняли функции медицинские, сколько функции вот ухода, обихода этих пациентов. В общем-то, да, это были волонтеры, которые ухаживали за этими людьми, проводили с ними дни в заботе, в уходе о них, и вот люди, не чувствуя боли, получая препараты, вот так постепенно угасали. То, чем вот идея у Екатерины Александровны возникла, создать такой центр, хотя, вот я говорю, 10 лет назад и есть специалисты, и оказывается палеотивная помощь в рамках государственной медицины. Это сейчас все больше и больше внимания, да, они взеляют? Да, как было сказано вот Екатерина Александровна, что несколько недель, месяцев назад громко звучало по всем каналам центрального телевидения, что правительство приняло закон на палеотиве, будут выделяться деньги, президент Владимир Владимирович Путин подписал указ о расширении этой палеотивной помощи, что было до сегодняшнего дня. Действительно, есть палеотивная химиотерапия, высокотехнологичная помощь, есть палеотивная изотопная терапия. Государство выделяет на это деньги. Но, допустим, палеотивная химиотерапия включает в себя 5 койко дней пребывания пациента. Естественно, на эти 5 дней берут пациентов без осложнений, без нарушений функций органов. А если есть эти нарушения, то за 5 дней пациента не скомпенсировать для того, чтобы ему провести эту химиотерапию. И вроде бы, с одной стороны, государство деньги выделяет, вроде бы, пожалуйста, двери открыты в медучреждении, но есть противопоказания для проведения той или иной специфической противоопухолевой терапии. А можно я сразу же задам вопрос? Всегда, когда готовится какой-то закон, то есть идет разработка этого закона, и собираются врачи, специалисты в этом направлении, и они помогают разрабатывать это направление, говорят, что же нужно включить в оплату. А без чего одно без другого, например, не работает, да, то есть нужен плановый подход. Вот как тогда у нас создаются законы по палеоативной помощи, если они не подразумевают в себе вот именно того, что вы говорите? Вот это вот планового, последовательного подхода к лечению. То есть получается, что это не для всех, то есть не все могут этим воспользоваться. Давайте я попробую ответить. Вы знаете, тут вопрос достаточно тонкий. Мы на самом деле начали развивать палеоативную помощь, и начали о ней говорить, что очень важно. Мне кажется, что это просто первые шаги. И очень важно понимать, что на самом деле сообщество и наши граждане, и медицинское сообщество еще только начинает учиться правильным подходом к палеоативной помощи. Есть же не очень много специалистов, которые учат. Вот приезжают британцы, можно приглашать британцев организовывать семинары. Идет, постепенно идет развитие этой помощи, идет изменение точек зрения людей, медицинских работников. И очень важно понимать, что зачастую, если мы говорим о государственной медицине, где очень большой поток пациентов, где очень большая нагрузка на учреждения, и в общем и целом они в основном перегружены, скажем так. Пациенты воспринимают как рак толстой кишки из седьмой палаты. Это один подход. И совершенно другой подход, когда мы говорим, что это, я не знаю, Анна Васильевна, бывший физик, у нее есть дочка, есть два сына, и внук, например, учится где-нибудь в Европе. Это совершенно другой подход. Это подход персональный. Я бы сказала так, что вот с моей точки зрения, наверное, наши медицинские учреждения, наши больницы, в общем и целом, не сконцентрированы на долгосрочном нахождении пациента в больнице. То есть, наверное, оборот коек все-таки должен быть. А паллиатив предполагает в том числе длительное лечение. И я очень рада, на самом деле, что вышел этот новый закон, потому что как только мы начинаем говорить, чем больше мы говорим, тем больше люди узнают. Они перестают бояться того, что такое паллиатив. Действительно перестают смешивать хоспис с паллиативом. Очень многие смешивают. Знаете, даже я смешивала долгое время еще. А на самом деле паллиативная медицина значительно шире. Мы здесь еще можем помочь. И можем помогать. Она показывается везде. По сути своей, конечно, да. То есть, если хоспис, это ограниченное пространство, то есть ты в хосписе получаешь это помощь. Ты уходишь, да. Да. А здесь везде. То есть дома, ты можешь поехать на курорт какой-то, там получить. Да. Но вообще, на самом деле, качество жизни меняется. Когда люди возвращаются. Вот понимаете, это очень большая мотивация. Когда человека к тебе привозят умирать, а он у тебя уходит на своих ногах. Вот это потрясающе. И проживает еще достаточно долгое время. Да. Вот это потрясающая мотивация. Вот это про паллиативную медицину, про правильные подходы, про науку, про инновации, про понимание современных тенденций в медицине. А не знание новых препаратов, знание новых протоколов. Вячеслав Евгеньевич, наверное, опять лучше расскажет, чем я. И будет ли действительно поддержка новыми инновационными препаратами паллиативной помощи? Это же все-таки такое направление. Вы же знаете, у нас сейчас очень часто не хотят просто пациентов лечить. Я попробую немножечко раскрыть вопрос паллиативной помощи и одновременно ответить, тоже дополнить ответ на ваш вопрос, почему закон вот такой принят, как же так, участвуют вроде бы врачи-специалисты, узкие онкологи, и вот не все могут получить эту помощь. Две категории пациентов, которые нуждаются в паллиативной помощи. То есть больные, имеющие хронические какие-то заболевания, и вдруг этот пациент заболевает онкологическим заболеванием. У него есть уже, как говорится, ввоз хронических, собственных, гипертоническая болезнь, перенесенный инфаркт, перенесенный инсульт, сердечная недостаточность. И вот этот пациент попадает к онкологу с вновь выявленным онкологическим заболеванием. Онколог, осмотрев, определяет, что данному пациенту нужно проводить специфическую противоопухолевую терапию. Либо там радиотерапию, изотопную терапию, химиопрепаратами терапию. Но, увидев всю совокупность заболеваний, имеющихся хронических, субкомпенсированных, декомпенсированных у этого больного онколога и химиотерапевта, говорят, вы знаете, вам показано. Но из-за того, что у вас есть эти заболевания, мы боимся, что введя даже первую дозу химиопрепарата, вы можете умереть. Поэтому, пожалуйста, вы вернитесь к себе в вашу районную поликлинику, пусть они вас положат в больницу, компенсируют вам вот те ваши хронические заболевания, потому что наши препараты агрессивные, наши методы лечения агрессивные. Они, в первую очередь, сердечная система, почки и печень, на что действуют химиопрепараты. С вашими показателями мы боимся просто вас взять, потому что вы погибнете. Человек, возвращаясь к себе в районное здравоохранение, этой помощи получить не может. Потому что от таких больных в плановом порядке нет мест в больницах для плановой госпитализации. Это тяжелые больные, с которыми… Это тяжелые больные. Ну, может быть, это психология, может быть, это какая-то вот… Ну, какая-то иллюзия, что вот да, мы понимаем, что вот этому мы точно поможем, а вот этому мы скорее не можем помочь. Если есть небольшое количество мест, то вот, ну, скорее положат того и будут помогать тому, кому действительно уверены, что могут помочь. Это сложный очень вопрос, это этическая дилемма. Ну, это же неправильно, потому что вот, это вопрос этики, потому что… И кладут. Никто не может быть точно уверен, что это будет так. Да. Не хочется, знаете, тоже говорить о том, что наше все здравоохранение какое-то совершенно ужасное. Нет, конечно, не так. Но вот подспутно с тяжелыми больными, когда врач считает, что он не может ему помочь, он дает те варианты, в которых он уверен. Он, по сути, говорит, что он не может ему помочь. Сейчас появляются новые препараты, действительно, появляются новые методы и расширяются возможности у врачей. Это очень важный вопрос, что расширяется образование, осведомленность врачей. И чем больше вот этой информации, чем шире наше информационное поле, тем быстрее будут помогать и более тяжелым больным. Ну, вот, наверное, это вопрос психологии, я бы так сказала. По крайней мере, я на своем жизненном опыте, в моей семье, я говорила, что вот у меня дедушка от онкологии умер, у меня в очень молодом возрасте, ну, в сравнительно молодом возрасте, не намного старше меня была моя тетка, когда она сгорела от онкологии. Тут очень много таких вопросов внутренних, вопросов пациентов. То есть вопрос о наследственной, да? Онкологию застает? Ну, и этот вопрос, безусловно, есть. Но я бы всё-таки перевела, наверное, в плоскость отношения людей. Вот, понимаете, возьмём пример моей опять же тётушки. Ей было 43 года, когда я её не стала. Не сильно старше меня на пару лет. Так вот, она никому из нас, мы медики, она не была медиками. Мама медик, там, ещё иное количество ростов. Она никому даже не говорила о том, что у неё. Она пыталась лечиться сама. Ну, ехала в Индию куда-то, она какими-то травами пыталась лечиться. В какие-то ашрамы поехала. Вот как люди зачастую подходят. Потому что люди не готовы к этому заболеванию. Люди не подготовлены. И психологическая помощь, это тоже очень большой вопрос, правильное направление, психологическая поддержка. Когда мы говорим о палеотеве, очень важно говорить, что должна быть психологическая поддержка, психологическое сопровождение больного и его семьи. Должна быть правильная картина нарисована со всеми возможными вариантами. И, наверное, должна быть в первую очередь помощь принять все возможные варианты. То есть это настолько комплексный подход, да, для того, чтобы организовать вот это качество жизни. То есть он должен включать всё. Должен быть комплекс. И всё, что же время индивидуальным должен быть подход. Персонализированный. Поэтому у вас персонализированная, инновационная, палеотевная помощь. И вот я продолжу. Другая часть пациентов, у которых выявлено онкологическое заболевание, но нет сопутствующих хронических. Человек приходит, начинает получать. Он попадает в эту программу государственных, так скажем, гарантий оказания палеотевной помощи, когда вот там 3-5 койко дней выделяются на проведение химиотерапии. Что это за дни? Почему эти дни? Средне, экономически удобно просчитать. На вопрос, почему участвуя врачи в создании закона, не могут принять закон, чтобы всех пациентов охватить этим законом. Экономически проще просчитать. 3-5 дней нужно для того, чтобы до введения препарата снять кардиограмму, взять какие-то анализы, сделать рентген, провести обследование, ввести дозу химиопрепарата, после этого взять контроль анализов и отпустить пациента домой. Вот это просчитано, что 5 дней выделяются. Вот пациент приходит, получает первую дозу, после этого у него начинаются повреждения печени, почек, сердца. У кого-то только одного органа, у кого-то всех трех органов. Поэтому очень трудно просчитать, сколько же нужно дней. Кому-то нужно только выпустить жидкости сплевральной или брюшной полости, оказывая палеоативную помощь. А кому-то нужно делать в течение 10-15 дней капельно вводить препараты, восстанавливать функцию печени и почек, контролировать это все лабораторно. Поэтому взято в законе, пока, я надеюсь, что развиваться, когда помощь будет, это будет расширено. И показания, и количество койко-дней пребывания, и, может быть, будут разные группы палеоативной помощи для больных, страдающих хроническими, сопутствующими заболеваниями, для пациентов, не страдающих сопутствующими заболеваниями. Для этих 5 дней, для этих 15, может быть, 20 дней будет государство выделять. Пока закон начали с того, что взяли обычного пациента, не имеющего каких-то осложнений, не требующего дополнительных затрат, и временных, и финансовых затрат для оказания ему помощи, только для того, чтобы ввести препарат, либо провести дозу лучевой нагрузки сделать. То есть не потому, что, конечно, участвуют врачи в принятии этих законов, но начали вот с наиболее простого шага, экономически более легкого просчитываемого шага, который можно легко просчитать. Ну, может, тогда следует подумать о том, чтобы ввести вот многие эти направления, уже можно, наверное, ввести в законы персонализированной медицине? — Может быть, да, но пока нет, вот поэтому у нас эта идея, и мы открыли такой центр для того, чтобы такие больные, потому что, понимаете, им... — А сколько у вас коек там? — 17. — 17 коек, да. У нас и стационар есть, и круглосуточный, и дневной стационар. — Но это же очень мало на городском пещере. — Очень мало, конечно. Ну, появляются, будут выделяться. — Сколько, вот по вашему мнению, сколько примерно требуется? — Слушайте, мы считали в свое время. На самом деле, если я правильно сейчас помню, по Петербургу был дефицит где-то в районе 200-250 коек, мы считали. Сейчас, конечно, вышел новый закон, будет ситуация улучшаться, но вы же понимаете, одно дело Петербург, Петербург — это же не только Петербург, Петербург — это и область, и ближайшие какие-то регионы. То есть, конечно, дефицит есть такой. Дефицит есть, и будут появляться, будут развиваться и в государственных учреждениях, и в частных учреждениях. Я, на самом деле, очень надеюсь, что вот такие центры, как наш, будут еще более плотно сотрудничать с благотворительными фондами, с благотворительными организациями, на самом деле, с корпоративными спонсорами. Потому что, честно говоря, в глубине души я все-таки считаю, что, конечно, вот такая помощь таким тяжелым больным, она, в общем, по-хорошему должна полностью оплачиваться государством. Государством, фондами. Но государства не всегда хватает. А государство пытается все это переложить на фонды. Все равно. Соответственно, если это все перекладывать на фонды, так или иначе, это ложится на нас, на каждого гражданина. Ну, а мы и так платим налоги. Мы и так платим налоги. И немаленькие. Да, я с вами согласна. На самом деле, налоги должны быть в любом государстве. Я сейчас, наверное, немножко о другом. О росте, о том, что у нас происходит в последние годы, благодаря, опять-таки, многим благотворительным фондам. О росте, наверное, потребности в участии в благотворительной деятельности, в регулярном участии в благотворительной деятельности. Вот мы тут несколько книжек с собой взяли. Они сделаны, изданы фондом помощи хосписам Вера. Они очень активно занимаются развитием хосписной и палеотивной помощи в нашей стране. Совершенно потрясающие книжки про то, как должна быть организована политивная медицина. И вот очень хорошая история вот здесь, вот история Джейн Зорза. Это, по сути, молодая англичанка, которая немногим за 20 умерла от онкологического заболевания. И эта книга написана её родителями. Это путь вот всей семьи, как они прошли этот путь. От неприятия, от каких-то ошибок до понимания. Мне кажется, очень полезная книжка. Нужно читать, нужно понимать, потому что всё больше и больше сейчас говорят о том, что это естественный процесс. Как роды, как семья, как дети, так и уход. И смерть — это естественный процесс, к которым нужно относиться, который нужно принимать. Конечно, конечно. Сложный очень вопрос, но вот мне кажется, мы двигаемся в очень хорошем направлении. И фонды очень активно работают, и волонтёры появились. Кстати, вот волонтёры — есть совершенно потрясающие группы, работающие и с детьми, и с онкологическими заболеваниями. Есть так называемые больничные клоуны. В основном они, конечно, все приходят в государственные учреждения, но уже появляются такие люди. Их много, нужно знать, и они и в частные стационары готовы приходить, сялись с некоторыми, тоже рады и к нам приходить. Потому что, конечно, в обществе нарастает понимание такой, наверное, комплексности нашей жизни, всех её аспектов, и поддержка нужна. Не только... Поддержка нужна людям как раз в самые тяжёлые моменты жизни, нужна наибольшая поддержка. И самое главное — нужно понимать, какие возможности у человека есть, пути. Не чувствовать себя одиноким, не чувствовать себя закрытым в этой вот сложной ситуации. Да, конечно, мы все с этим столкнёмся. Но, наверное, ещё очень многое зависит от персонала, которого, скорее всего, наверное, не хватает. Хорошо обученных специалистов, потому что это, наверное, специальные специалисты должны быть подготовлены, правильно? Не просто, которые приходящие, там, медицинские сёстры и ещё там. Ну, как вот с этим быть? Ну, вот, да, уже, как говорится, спускаясь... На землю. На землю, да, приближённую вот к работе нашего центра. И то, что уже упомянули слово «персонализированная медицина», у нас нет стандарта на каждого пациента. Вот, как, допустим, в той же государственной медицине, где есть палеотивная помощь, где государство выделяет деньги. Вот он стандарт. Первый день поступил, сдал анализы, второй день снял ЭКГ, третий провели дозу, ввели дозу химиопрепарата, четвёртый проконтролировали, пятый выписали. У нас работает команда врачей с каждым пациентом индивидуально, в зависимости от его заболеваний, от его осложнений, от его патологии. И ежедневно онколог, химиотерапевт, обычный терапевт, врач, анестезиолог, реаниматолог мы обсуждаем каждого пациента. И решаем на следующий день, на один день у нас только программа, не на неделю вперёд, а только до завтрашнего дня. Что мы делаем в первую очередь? Решающее слово имеет каждый абсолютно врач. Может терапевт, оценив функцию сердца, сказать, что нет, мы не делаем сегодня химиопрепарат, 2-3 дня дайте на то, чтобы провести терапию капельно, кардиотропную, кардиотоническую терапию, и потом введёте дозу препарата. Выступает онколог, он говорит, вы знаете, я вот посмотрел, у онкологов есть свои протоколы, если фракция выброса сердца такая-то, на 25% должна быть снижена доза химиопрепарата, естественно, она будет менее эффективна для онкологического заболевания. Если фракция выброса сердца ещё ниже, значит, на 50% должна, это даже в виде таблиц у них, это есть у онкологов, и он говорит, что вот я считаю, вот нужно вводить на 25% меньше. Врач-анестезиолог, реаниматолог говорит, что дайте нам сколько-то дней, мы сгоним жидкость, отёки уберём, и тогда вы введёте полную дозу, 100% препарата, который будет более эффективный для опухоли, расположенной там-то, нежели будем вводить редуцированную, уменьшенную дозу. То есть и так с каждым больным, у каждого персонально-индивидуально. В государстве, где работают стандарты, где работают экономические какие-то рамки и стандарты, просчитать каждого пациента невозможно. Сделать общее для всех, вот поэтому и начала государственная программа вот с наиболее просчитываемо экономически пациента, который нет индивидуальных особенностей. Ну понятно, но вы же понимаете, что дальше это двигать фонды не будет. Фонды занимаются сейчас тем, чтобы был перевод, то есть снять с себя денежную нагрузку определенную. То есть они поэтому этим занимаются, потому что они видят, что они не могут помочь всем пациентам, то есть они заинтересованы именно в переводе на определенное денежное обеспечение. А вот что касается стандартов и всего остального, это уже задача других людей двигать. Это как раз медицинское сообщество должно этим заняться, и кто-то должен все-таки взять на себя данную обязанность и все-таки двинуть это направление. Иначе мы будем как раз говорить только о фондовой помощи. Для статистики нужны объемы. Вот создаваемые в том числе наш центр палеотивной помощи, палеотивной медицины, вот, наверное, уже можно будет просчитать, потому что, я же говорю, что ранее от этих больных отказывались. Онкологи говорили, да, пожалуйста. То есть это еще будет еще одной задачей вашего центра. Да, да, совершенно верно. Конечно, конечно. Но о чем я еще хотела сказать? Очень важно, вот мы говорили, Вячеслав Евгеньевич говорил о медицинской стороне вопроса, о содружестве, о команде специалистов. А я еще хотела бы добавить, что очень важно, чтобы персонал был оттренирован и знал особенности психологии, психики, как больного палеотивного, так и, собственно, его семьи, как правильно общаться, как правильно разговаривать. Чтобы, с одной стороны, был персональный подход к человеку, это именно человек, это больной человек, а не вот рак толстой кишки из седьмой палаты. Это, на самом деле, не мой пример, пример, наверное, от Виты, но я его очень сильно разделяю, потому что это тот подход, который должен быть. Конечно, медики стараются отрешиться в какой-то момент. Начинается профессиональное выгорание, если с этим не работать. Очень важно работать со своими же, с медицинским персоналом, со своими сотрудниками. Конечно, чтобы у них не наступало выгорание, чтобы они правильно воспринимали весь этот путь больного и ту помощь, которую мы можем ему оказать. Медицинскую помощь и психологическую, в какой-то части даже социальную, реабилитационную помощь. И эта работа и как с самими пациентами, как с их семьями, так и с нашими собственными сотрудниками, я думаю, что будет больше возможностей и для развития, и для обучения, потому что действительно пока что не так много у нас специалистов, которые могут научить правильно работать в палитивной медицине, мне так кажется. — Слушайте, вот такая очень интересная передача, затрагивающая, можно сказать, другую сторону нашей жизни. Мы каждый день ходим на работу, с утра встаем, поем на работу, что-то делаем, работаем, зарабатываем деньги. Но мы совсем не думаем о том, что сейчас нас может подкосить какое-то заболевание. Вдруг, неожиданно, да, и вполне возможно, и нам потребуется вот эта вот паллиативная хосписная помощь. Никто не знает, как отнесутся родственники к тебе, будут ли они помогать, или им скажут, что нам проще тебя в хоспис отправить. — Хосписная помощь, она бесплатна, слава богу, она бесплатна. — Вот, кстати, вопрос. В вашем центре вообще платная услуга? — Вот я отвечу, да, я уже начал отвечать, не дожидаясь вопроса. Хосписная помощь в нашей стране бесплатна за счет государства. И я глубоко убежден, что человек не должен умирать за деньги. Оплачивая свою смерть, он не должен умирать. — Конечно, конечно. — По сути, в хосписе это люди с крайней степенью, с последней стадией ракового онкологического заболевания, четвертая стадия, с метастазами, с поражением многих систем и органов, с болевым синдромом. И, конечно, человек и его родственники не должны платить за то, что он умирает. За то, что человек будет продолжать жить, будет улучшаться качество его жизни, он будет лучше себя чувствовать, будет более социализироваться или станет более социализированным по сравнению с тем, что он к нам пришел. У нас частный медицинский центр и наша помощь платная. — Я искренне надеюсь, что когда-нибудь мы будем еще больше сотрудничать с фондами и все-таки перейдем к тому, что фонды и эту сторону нашей жизни будут где-то компенсировать людям. Хотя, с другой стороны, ну, ходим же мы к стоматологам, ходим мы к косметологам. Медицина, она непростая вещь, непростая наука, непростая отрасль, поэтому действительно, да, мы работаем на платной основе. Медицина, чтобы люди получали качественную, бесплатную помощь. Не только совсем-совсем больные пациенты. — Не только совсем-совсем больные пациенты. — Будем с этим работать. Это наша совместная работа и законодательство, врачей, всяких-всех сторон. — Общество, конечно. — Общество, да, работа общества. Вот у нас осталось 4 минуты до конца эфира. Что бы вы хотели сказать нашим телезрителям? — Вы и так много всего, надо так сказать. — Вы знаете, я на самом деле очень надеюсь, что мы будем особо ненужны. Вот честно, пожелать здоровья. Пожелать здоровья, пожелать активности. Потому что вот любое проявление нашей жизни — это наша жизнь. Мы должны её принимать, мы должны уметь с ней жить и принимать эту сторону в жизнь. Я очень надеюсь, что медицина будет ещё дальше развиваться, и мы будем жить дольше. Конечно, никто не вечен, но, наверное, пожелать здоровья. Вячеслав? — Я, конечно, да, присоединяюсь к словам Екатерины. Конечно, хочу пожелать нашим и вашим слушателям, зрителям, которые нас смотрят, здоровья долгих лет, не болеть. И хотелось бы такое высказать пожелание нашим врачам, медикам, которые работают и в государственных, и в частных учреждениях, чтобы они не боялись этих пациентов, чтобы они знали о таких центрах, как наш и наш не единственный центр, чтобы не отворачивались от пациентов. — Телефон сразу. Диктуйте, как к вам обращаться. — 8-981-160-70-01. — Отлично. — Чтобы эти не отворачивались от пациентов, чтобы знали, что им могут помочь. Да, не всегда экономические рамки позволяют врачам, работающим в государственной медицине, этих больных всесторонне обследовать и лечить. Просто не позволяют. Им не разрешают стандарты, где ограничены дни, какие-то объемы исследований, которые тоже в стандартах в этих ограничены. Но хочется пожелать, чтобы больше людей интересовались, узнавали медработников и пользовались… — И больше персонифицированного подхода. — Да, нашими услугами. Спасибо. — Спасибо огромное, что вы нашли время прийти в нашу студию. — Вам спасибо. — Да, сегодня очень интересная передача. Но я занимаюсь редкими болезнями всё-таки. Мы сегодня говорили больше об онкологии. Надеюсь, что мы сделаем ещё передачу, и вы расскажете нам о помощи, поддержке пациентов с редкими заболеваниями. — Конечно, конечно. — Орфанными заболеваниями. — Орфанными, да-да-да. — Специалист по орфанным заболеваниям. — И как раз у нас просто есть пациенты, которые тоже нуждаются, достаточно их много. Сейчас именно в палеотивной помощи вы знаете, какая это большая проблема. Ну, я думаю, что в следующей передаче мы об этом поговорим. Дорогие наши зрители, надеюсь, сегодняшняя передача вам открыла много нового, много интересных моментов. И заставит вас задуматься о том, кому помогать, зачем помогать, когда помогать. И подумаем о наших близких, о наших родных, что всегда, возможно, им нужна наша помощь. И мы должны её дать им. Всего доброго. С вами была я, Светлана Каримова. До новых встреч, до следующей передачи. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова